И с нами на связи следующий гость Максим Трудолюбов, редактор-обозреватель «Медузы», редактор «The Russia File». Максим, я вас приветствую. Здравствуйте. Рад вас видеть, периодически читаю и «Медузу», и вас лично. Давайте вот с чего начнем. Я, прежде чем мы поговорим, хочу показать вам видео одного опроса. У россиян спросили, что будет, если в стране сменится власть. Ну, давайте посмотрим, что из этого получилось. При которой я гордиться стала на старости, понимаете? Мне действительно было. То есть, в такой стране получилась такая помойка, как у нас была. И вдруг опять возвращается та самая, как сказать, гордость за нашу страну и наш авторитет в мире. В нашей стране, естественно, начнется делюшка за власть, за ресурсы и прочее переделает. Платил народ, молодец. Ну, вы знаете, я не вижу пока других кандидатов. Даже не знаю, будет переворот какой-то. Что-то произойдет, непонятно пока что будет. Я думаю, нас захватят, не будет России. Некоторое время обязательно нужно, чтобы народ отошел от зомбоящика, безусловно. Из таких руин поднять страну, извините, плохо будет. Если мы будем жить хорошо, а надо сделать так, чтобы Россия жила самое лучшее. Чтобы все вот эти вот, ну, зарубежа... Ну, к сожалению, по техническим причинам у нас там что-то вернулось. Бежали к нам, не просились. Хотя вот и продолжилось. Вот. Ну, я думаю, что посыл и так ясен, да? Большинство из уличных экспертов заявили о том, что без Путина, со смены власти, придет конец России и вообще крах страны, никто не верит, что при другой власти и при следующем президенте стране будет хорошо. О чем это говорит? Это настолько хорошо работает пропаганда? Или на этому народу пропаганда уже и не поможет? С одной стороны, работает пропаганда, конечно. А с другой стороны, люди делают какой-то свой выбор. В принципе, поверить в то, что люди просто убеждаются посредством вот какого-то месседжа, который они получают через телевизор, но это довольно сложно. Но в конце концов, многие видят экономическую реальность, видят, как устроена их жизнь, что с ними происходит. Так что я думаю, что в каком-то смысле это еще и осознанное решение. Ну, и просто жизнь в ситуации, в которой альтернатив у граждан нет. Они не видели смену власти как таковую. Вот, ну, те граждане, которых спрашивают на улице, они не очень понимают саму реальность смены власти. Смена, вероятно, ассоциируется с кризисом, с проблемами. В общем, на их памяти, в общем, что-то такое где-то там было давно при смене, при крушении Советского Союза. И поэтому, вероятно, такие чувства. Вы знаете, Максим, о чем я сейчас подумал? Ведь насколько страшно в России, в той же Беларуси, где при власти находятся диктаторы, узурпаторы уже на протяжении многих лет, ситуация выглядит таким образом, что целое поколение уже выросло при Путине. При Путине выросло поколение людей, которые даже не вкушали вкус другой власти. И они думают, что, я не знаю, демократия – это один раз за 4 года сходить на выборы, выпить там какого-то дармового пива, который разливает для привлечения избирателей. И все. Вот это, мне кажется, самым страшным. Как вы думаете, насколько изменилось отношение к Путину на протяжении его срока тех, кто помнил прошлый режим, и тех, кто этот режим видит? У вас есть какие-то, может быть, личные наблюдения, может быть, какие-то результаты опросов, которые вам попадались на глаза? Ну, смотрите, оценка лидера, мы, в принципе, видим вот эту кривую, она меняется. Оценка отношения к Путину, доверия к Путину или к президенту, в зависимости от того, как это формулируется. Она, в принципе, это отношение меняется. И оно связано, там, бывает, что с экономикой, есть какая-то школа мыслей, которая говорит, что связь с экономикой и существует, и когда хуже, то, в общем, в итоге это сказывается на отношении. Есть, там, другие мысли. В общем, если мы посмотрим на кривую, там, в долгосрочной перспективе, мы увидим, что как только начинается кризис, прежде всего, военный кризис, война, то доверие повышается по причинам, не связанным с экономикой как раз, а это можно там по-разному обозначать, в общем, как бы сплочение граждан вокруг фигуры лидера. Это было с самого начала, он с самого начала заработал первый капитал, такой вот капитал социальный на войне в Чечне. Ну и дальше, так или иначе, это обошло от кризиса к кризису. В принципе, с шагом, грубо говоря, в 7 лет Кремль, так или иначе, начинал войну. И это происходило в том числе и в связи с тем, что в мирное время, в мирной ситуации поддержка Путина начинала падать. Для этой системы, в принципе, поскольку это персоналистская власть, для нее поддержка фигуры лидера, она абсолютно фундаментально важна. Без этого как бы невозможно. Они должны держать эту поддержку на таком уровне. Поэтому она, в принципе, высокая. То есть по сравнению с любой демократической ситуацией, даже те 60 процентов, которые считаются очень плохими в российской системе, они на самом деле высокие. Но эти высокие проценты, они таковы в силу того, что люди не имеют альтернативы. То есть эта политическая система хорошо, по-настоящему хорошо умеет делать вот только одно – уничтожать альтернативы. Поскольку если мы смотрим на любую оценку лидеров в демократической стране, то мы увидим там такие доли, как там 25 – это много даже, 30 – это много. Бывает 15, 20. Но поскольку лидеров несколько, может быть 3, 4, 5, в зависимости от политической системы, там будут такие доли, они будут невысокие. А в России, где альтернативы нет, она всегда такая. И эта принципиальная позиция – это то, к чему они стремятся. В персоналистской системе должна быть популярная персона во главе. В общем, это политическая технология. Это специально, это делается, этим занимаются люди много лет. И комбинации давления, шантажа и подтасовок различных. Вот получается этот результат. Вы наверняка слышали, просто мы заговорили о Путине. Я вспомнил, что вчера или позавчера были опубликованы результаты опроса, который проводился в 18 странах. И это рейтинг доверия лидерам разных государств. Условно говоря, там J7. Так у Путина антирейтинг Путина был 90%. То есть в 18 странах его рейтинг среди лидеров оказался самым низким. И это за 20 лет этих исследований вообще самая низкая цифра. Никто так низко, скажем так, не падал. Скажите, пожалуйста, Максим, вы считаете, что россияне должны нести коллективную ответственность за нападение России на Украину? Ну, смотрите, вопрос с коллективной ответственностью сложный. Если мы посмотрим на опросы и то, как люди относятся к войне. В общем, к сожалению, войну поддерживают люди. Как бы это короткий ответ на вопрос. Поддержка не такая высокая, как хотелось бы Кремлю, когда они говорят про 80 или там сколько-то, больше 80. Есть исследования недавние, так называемые мета-исследования. Люди проанализировали множество доступных, все доступные публично данные опросов за последние несколько месяцев. В общем и целом, если все свести вместе, то в зависимости от опроса поддержка войны будет от 50 до 75%. Здесь это с попыткой учесть все возможные искажения данных, связанные с тем, что многие не отвечают на вопросы, например, и, как правило, не отвечают на вопросы. Те, кто как раз относится к войне негативно. Но, в общем, даже при том, что мы убираем вот эти вот данные, которые могут быть завышенными, мы все равно получаем достаточно высокие доли. В общем, от 50. Даже 50 это много, если меня спросить. То есть, сказать, что это война одного Путина, в общем, увы, невозможно. Это все-таки война и России тоже. Другое дело, что... Ну, или, скажем так, половина России. Ну, как минимум половина России. То есть, на самом деле, российское общество расколото по этому вопросу. Если бы была возможность такая гипотетическая дать российскому обществу прожить хоть какое-то время, хоть полгода, а лучше год, без пропаганды, то было бы и на самом деле... На самом деле, картину мы увидели бы только тогда. Сейчас это невозможно. Ну, потому что дело даже не только, я говорю, дело не только в пропаганде как таковой, но и есть еще масса разных социальных эффектов, которые действуют здесь. Когда в авторитарном обществе тебе на улице или по телефону задают вопрос о том, поддерживаешь ли ты объявленную твоим лидером специальную военную операцию, то человек 10 раз подумает, как ему отвечать на этот вопрос. Есть какие-то социальные нормы, конформизм, есть так называемая спираль молчания. Так что, в общем, эти данные, они не говорят обо всем. Но все равно, даже при всех оговорках, мы видим, что даже если взять самую оптимистическую картину с точки зрения, как сказать, защищая российское общество, пытаясь его оправдать в этой ситуации, мы все равно получим половину, 50%. То есть это война, которая имеет поддержку в России. Ну и последнее, наверное, что здесь важно, мне кажется, это не оправдывает граждан России, но стоит, мне кажется, понимать, что в принципе российское общество, оно отключено от национальной повестки дня. Люди не чувствуют, что они могут повлиять на российское государство, на политику государства. И это последовательно так было все 20 слишком лет последние. Люди всегда отвечают на вопрос о том, можете ли вы повлиять на решение государства. Всегда отвечают нет. Там доли тех, кто говорит, что да, они минимальные. Это бывает 5%, 10% в последние годы, чуть больше. Но за десятилетия это всегда очень низко. То есть люди вообще не чувствуют себя связанными с государством, не чувствуют, что они участвуют в этом, не чувствуют, что могут повлиять. И здесь получается вот такой эффект. Это создает определенную толстокожесть, что ли. По крайней мере, так я это воспринимаю. Люди очень, к ним, как бы в их душе, очень трудно пробиться. Они мало чему верят, они индивидуалисты. Они не считают, что они ответственны за действия этого государства. Оно где-то там что-то делает. Они, у них никто не спрашивал. Еще раз. Это российские граждане не оправдывают. Вообще-то у них потенциально есть доступ к свободной информации. Можно установить VPN-ы. Можно включить компьютер и посмотреть YouTube, который доступен на территории России. И сделать свои выводы. Большинство людей, вероятно, считает это ненужным и хочет устраниться. Но, в общем, вот мы получаем такую комбинацию факторов, в которой российское общество отчасти молчанием, отчасти нежеланием брать на себя ответственность, но отчасти реальной поддержкой, в общем, по сути, к сожалению, способствует этой войне. Многие специалисты говорят о том, что Кремлю всегда было важно общественное мнение. И даже сейчас, когда народ, условно говоря, разогнан пашконком, общественное влияние, вернее, мнение для Кремля достаточно важно. И допускают, что условную власть Путина может остановить антивоенное движение. Но с учетом того, насколько сейчас общество разрознено, с учетом того, как оно атомизировано, может ли это каким-то образом произойти? Есть ли что-то, что может консолидировать этот народ? Может быть, какая-то общая идея? Может быть, какой-то лидер? Может быть, какое-то движение? К сожалению, сейчас ждать этого не приходится, потому что за последние уже больше, чем десятилетия Кремль провел огромную работу над тем, чтобы устранить любые независимые организации, любые возможности для горизонтальных объединений, вообще для любой независимой деятельности. И сейчас в России все это изничтожено. За последние два года эта кампания была особенно интенсивной. Сейчас на территории России практически не осталось. Есть, но очень мало независимых медиа, независимых организаций, групп, любых структур, которые могут открыто действовать. То есть именно такая деятельность, она специально, намеренно и последовательно преследуется государством. Так что ожидать движения в этом случае очень трудно. Оно может возникнуть в каком-то взрывном порядке, если это будут сразу миллионы. Но это крайне маловероятно. Сейчас почвы для этого нет. То есть в такой системе, как российская, вот в нынешней ситуации можно ожидать, что только внутренние, внутри системные процессы, какие-то дворцовые конфликты или в итоге дворцовый переворот, они могут что-то изменить. То есть вот сейчас рассчитывать на низовое движение просто невозможно. Но при этом я скажу, что, ну, как бы мы находимся в ранней стадии. Сейчас экономические эффекты санкций и войны, они минимальны для граждан, чувствительны. В России произошло пока экономически, по большому счету, только одно – резко упал импорт. Конечно, это касается потребительских товаров, но у продавцов до сих пор еще есть запасы, есть вещи, которые, там, какие-то отдельные позиции, которые трудно купить. Но, в общем, все вообще далеко от того, чтобы это представляло собой кризисную ситуацию. Очень далеко. Когда начнутся эффекты дальше, а они начнутся, это будут эффекты через промышленность. Поскольку российская промышленность, огромная ее часть, большая часть, зависит от импорта. Очень многие отрасли зависят больше, чем наполовину. Огромная часть добавленной стоимости, которая как бы российская, она в действительности производится за рубежом. И это касается даже оружия. И танков, и всяческих там пушек, и всего прочего. Электроника, там, всякие наводящие системы, все это импортно. А там, я уж про бытовую технику не говорю. Это в значительной степени основано на импортных компонентах. И автомобилей это касается. Чего угодно. То есть, большая часть техники и всякой содержит огромную, огромную часть, как правило, больше половины импортных компонентов. Все это сейчас постепенно тормозится. Российское правительство, главное, чем оно сейчас занято, от организации схем серого, или как они это называют, параллельного импорта, в общем, импорта без согласия правообладателей. То есть, по сути, каких-то схем, которые в обход санкций будут помогать России получать импортные технологии, импортные детали, компоненты для промышленности. Я так понимаю, что там даже с серым импортом, так называемым, есть определенная проблема, да? Ну, в общем, это всего не заменит. Я просто хочу сказать, что все равно эффект на промышленность будет большой, люди начнут терять работу. И это начнется. Но, учитывая там российский опыт, они будут терять не совсем работу, они просто будут там полузанятые, четверть занятые, как это было в прошлых кризисах. То есть, это все займет время. Сейчас вот низового движения ждать невозможно. Теоретически, возможно, только верхушечное что-то. Хорошо, Максим. Если низового ждать невозможно. Если допускать, что только верхушечное движение может что-то изменить. А если его не будет? Все? Россия в пупике? Вы знаете, видите, Россия – это очень огромная страна с огромной инерцией и с огромной привычкой в обществе приспосабливаться к трудностям. Это совершенно точно, может быть, какая-то, наверное, противоположность Франции. Вот если посмотреть на французское общество, мы увидим, экономические какие-то события, они сразу же, на них сразу есть реакция. Люди выходят на улицу. Не только экономические, то, что людей волнует, то, что обсуждается в обществе. То, что есть низовые структуры, есть горизонтальные связи. Очень легко вывесить в социальных сетях призыв. Люди реагируют, собираются, начинается обсуждение, движение, в итоге демонстрации и митинги. В России это вообще не так. Помимо того, что это просто задавливается государством самым жестоким способом, нет еще и привычки, нет этих структур. И они и уничтожаются, и нет привычки их создавать. То есть, вот это, как бы, народное движение, оно в конце, оно может назреть, оно может ворвануть. Но для этого должны быть очень серьезные основания. То есть, первое, что будут делать русские люди сейчас, это ехать на огороды и сажать картошку и вообще как-нибудь приспосабливаться. Это вот будет так. Я пока это не видел, вот как бы, цифры, но это всегда так бывает, так и будет. Я просто вот это практически могу гарантировать. А верхушечные, как бы, там, как это назвать, в общем, дворцовые какие-то трения. И в итоге, там, возможный переворот. Сейчас тоже трудно это представить, потому что они запуганы и боятся сами как бы, того ужаса, в котором они оказались. Многие из них, ну, в смысле представители путинской элиты, в общем, не по собственной воле, но все равно они связали свою жизнь с Путиным. Насколько известно, там по разным косвенным признакам, людей, которые просто были бы страшны, довольны личностью и решениями Путина, особенно его решением о начале войны с Украиной, вот этой фазы с 24 февраля. Таких людей крайне мало. Им недовольны, с одной стороны, те, кто хотели бы, чтобы война прошла лучше и быстрее, им недовольны те, естественно, кто вообще этой войны не хотел и кто хочет развивать экономику, быть богатым и ездить за границу. Из представителей элиты таких большинство, они все этого хотят, никому не нравится эта ситуация. Но Путин это единственный их гарант. Это единственная система, которую они знают. И они прекрасно понимают, какое к ним теперь отношение. Прежде всего на Западе, с которым раньше была связана их жизнь. И многие, ну там по разным признакам мы видим, это отчасти как бы источники, отчасти разные слитые там разговоры, переписки и прочее. Мы видим, что люди как бы настроены так, что ну хорошо, сейчас мы едем, допустим, сбежим. Может быть и деньги не удастся сохранить, статус точно не удастся сохранить. Еще неизвестно как жизнь пойдет. Кроме того, их страшно запугивают. То есть люди, которые ну вот позволяют себе сделать этот шаг, пока таких очень мало. И это невысокий уровень. Это там уровни каких-то корпоративные по сути. Топ-менеджеров крайне мало. Средние топ-менеджеры такие есть. Вот. Ну и они сталкиваются с серьезным давлением. Если не дай бог там остаются семьи в России, их стараются максимально взять в заложники, давить, открываются уголовные дела и так далее. Люди из Аэрофлота уехали, из Газпрома. Вот. То есть как бы мы знаем эти случаи, но в общем сейчас пока к сожалению к огромному эта система, которая вся держится на страхе и взаимном недоверии при этом она пока не не похоже, что она произведет каких-то там внутри таких патриотов, которые скажут, что вот этот лидер ведет Россию в тупик и нужно что-то с этим сделать. Пока это не видно, хотя как вы сами понимаете, российские элиты и Кремль это черный ящик. Что там в действительности происходит мы плохо знаем и когда я все это говорю, я опираюсь скорее на исследования об авторитарных и тоталитарных обществах и на какие-то косвенные признаки данные о том, что там люди думают. Если говорить о героях, мы буквально позавчера общались с Леонидом Гозманом и вы знаете, человек в общем-то сделал достаточно обычный поступок он из-за рубежа, где он мог попросить политического убежища и остаться будучи иноагентом. Он вернулся в Россию и знаете, по-моему это первый случай, когда иноагент вернулся в Россию, а не выехал из России. Казалось бы, обычный поступок обычного человека, если убрать иноагентство, но на фоне того, что происходит, это выглядит настоящим героизмом, на самом деле, по крайней мере, в моем понимании. А по поводу диктатуры, вот вы сейчас заметили, я думаю, что этот режим, конечно же, ну, как-то сковырнуть надо, но лично я не понимаю, как россияне это могут сделать самостоятельно. Как вы думаете, каким образом Россия может избавиться от диктатуры и как долго этот режим сможет продержаться? Это очень сложный вопрос. Понимаете, половина всего населения мира очень хотела бы знать ответ на этот вопрос, потому что от России сейчас источник гигантских проблем для всего Запада и вообще очень много для кого и мы скоро увидим и энергетические войны, мы увидим кризис на рынке продовольствия. В общем, все мечтали бы, чтобы проблема решилась. Естественно, это понимают и в Кремле и естественно окапываются. Беда этой, беда, скажем так, беда России и российского общества, что персоналистская система устроена так, что все, что делается, главное, что делается. Это сохранение личной власти лидера. Они для этого делают все. Это настолько приоритет, что все остальное вообще имеет мало значения. И сейчас, в принципе, все развивается по логике конфликта. То есть есть логика игры с точки зрения того, как вообще устроен конфликт. И у Путина нет ни одного стимула, нет ни одной причины отступать, поскольку он всегда действовал только с помощью эскалации. Его единственный способ действовать в политике это демонстрировать, что он может сделать следующий шаг. Это чрезвычайная власть, чрезвычайная в буквальном смысле, как ЧК, чрезвычайная комиссия, власть не опирающаяся ни на какие законы. Он всегда действовал только так. И как бы в пределе, если ты действуешь только так, то у тебя всегда где-то впереди война. У него это единственный способ. Он, увы, не может действовать иначе, потому что любое отступление для него это признак слабости. То есть он исходит из того, что противник в этой игре, так сказать, в игре, он чувствует слабость. Поэтому, увы, сейчас, в ближайшее время, я бы хотел, чтобы было что-то понятное, но сейчас просто не видно. Я лично, по крайней мере, не вижу. Ситуация должна пройти дальше, мы должны увидеть какие-то настоящие кризисные явления, они будут в экономике точно, наверняка будет тупик какой-то из на полях сражений в Украине, и мы увидим, что-то станет яснее. Сейчас, к сожалению, все в тупике, а российская политическая система, увы, несмотря на то, что она в кризисе, она стоит. И сейчас я боюсь рано говорить о сроках. Но я думаю, что это годы, увы. Мне кажется, что наше время потихоньку избегает, но пока оно у нас еще есть, я хотел у вас обратиться к вам как к журналисту. Информационная война, ведь параллельно с настоящими боевыми, горячими действиями, где гибнут тысячи людей, информационная война не прекращается, причем, я так понимаю, она не прекращается уже на протяжении очень многих лет. И скажите, пожалуйста, по-вашему, в этой войне информационной кто побеждает? Кремлевская пропаганда, независимые СМИ, Россия, Украина, на чьей стороне перевес? Ну, в первой половине этой фазы войны точно побеждала Украина вообще без всякого сомнения. Российской пропаганде побеждать особо не нужно, поскольку она полностью владеет ситуацией на территории России. Российской пропаганде удается отчасти держать свои плацдармы за пределами Запада. Например, в Африке части Азии. Там, где многих с России тебе скажут, что все не так однозначно с этой войной, поскольку очень не любят США, и роль США в этой войне за пределами Запада вам всегда скажут, что эта роль велика, расширение на восток и так далее это все серьезно. То есть, вот там российская пропаганда сильна. На Западе, естественно, Россия это изгой номер один, и Путин это самый ненавидимый человек, это тоже так. Естественно, с точки зрения антидиктаторская и, прямо скажем, антироссийская, она абсолютно превалирует. Но только на Западе это тоже надо понимать. А сейчас, когда начнутся проблемы на рынке продовольствия, огромное значение будет иметь мнение людей в Африке, людей в Азии. Мы еще посмотрим, как это будет развиваться. Я все равно надеюсь, что у Украины позиции моральные, военные и выигрышные в перспективе. Но эта ситуация будет очень тяжелой в ближайшие полгода. Скажите, Максим, а вот, например, внутри российского рынка информационного, вот те независимые СМИ, которые были вытеснены на Запад, потому что многим пришлось покинуть страну, вынуждено, смогли они вернуться опять в Россию и каким-то образом они смогут одержать победу над прокремлевской точкой зрения? и как эта победа по-вашему может выглядеть? То есть, когда настанет тот момент, о, вот эта вот победа? Ну, это будет долгая борьба. Сейчас независимые российские медиа восстанавливаются очень интенсивно. и те, которые были, то есть, мы получим всю линейку независимых медиа, вскоре она будет уже сформирована, отчасти это уже произошло, отчасти происходит. Все основные игроки, кроме того, люди Навального производят очень там, серьезные, интересные, содержательные медиа сами, то есть, на Ютюбе есть канал там, популярная политика и прочее, восстанавливается дождь, возможно, восстановится эхо Москвы, есть очень мощные индивидуальные журналисты с разными мнениями и так далее. То есть, все это есть и будет. Вопрос, как добираться до российской аудитории, это крайне сложно, поскольку нужно либо действовать только через Ютюб, либо ожидать, что люди все будут устанавливать VPN. VPN вещь такая, как бы, это же надо еще подумать об этом, найти, часть из них заблокирована в России. Как бы, уровень VPN-изации не очень высокий в России пока, он ниже, чем в Беларуси, например, то есть, белорусское общество достаточно быстро это все освоило и до сих пор в значительной степени полагается на VPN и получает независимую информацию в России, это меньше распространено. Ну, со временем, наверное, будет расти, но, в общем, сейчас уровень небольшой, говорят, что 20-25%. Это не очень хорошо и, как бы, вот большие независимые медиа сейчас находятся, бывшие, как бы, в смысле, существующие, но они находятся в ситуации, когда они утратили значительную часть российской аудитории. Это надо будет восстанавливать. Вот сейчас они этим занимаются. Мы, не знаю, в общем, как бы, россияне, которые занимаются медиа, они этим сейчас озабочены и, в общем, как бы, это будет. Но до победы тут явно далеко, просто потому, что силы совершенно несравнимые и дело в том, что приходится как бы работать в ситуации крайне инертно, в ситуации, когда гражданам в значительной степени все равно. Это самое, если меня спросить, это самая большая проблема. Потому что люди, вот как они говорят, что вот там они не могут влиять на государство. Ну вот, если у них такое, понимаете, больше 80 процентов. С этим очень трудно работать. Нужно как-то тыкать в людей палкой и эту апатию пробивать. Это, в конце концов, будет, но пока это все далеко от совершенства. То есть люди, понимаете, они должны увидеть ужас этой войны. Мы здесь отсюда видим, а они не видят, они не видят большинство. Это ужасно. Я не знаю, Максим, насколько большое место повестка войны занимает в вашем личном расписании, как много вы времени уделяете новостям и сводкам с фронтов из Украины и из других стран, которые пытаются помогать Украине. Но до вас у нас в эфире, у нас в студии был гость, военный аналитик, американец Гарри Таббок. Он говорил о том, что люди, скажем так, ощущения войны у людей притупляются. Он говорил, что наступает информационная усталость. Вот скажите, например, лично у вас спустя 4 месяца после начала горячей фазы этой войны нет ли мысли о том, что война как-то превращается в рутину, война превращается в норму, что ваши чувства притупляются, что у вас не вызывает каких-то ну скажем так приступов страха то, что вы сейчас читаете? Ну, нет, я лично нет, но я в принципе включен в это, я страшно это все переживаю, но, конечно, усталость от плохих новостей в принципе и от военных тоже, она происходит, она видна не только, она в России есть, но в России это вообще по комбинации причин, там дело в том, что люди в принципе были крайне плохо включены в эту повестку дня, плохо понимали с самого начала что происходит, до сих пор понимают плохо очень многие. Кроме того, там люди в больших городах и те, кто привыкли к определенному образу жизни, они мечтают, чтобы этот образ жизни восстановился, здесь масса людей, которые до сих пор верят, что будет возвращение к чему-то похожему на норму, к некоторой нормальности, как это вот принято говорить во всех, при всех кризисах, вот как говорили при ковиде, да, ну когда-то мы вернемся к норме. Вот, и так, так и есть, очень многие хотят, хотят, чтобы были кафе, хотят, чтобы были театры, чтобы можно было поехать отдыхать, все мечтают об этом, и это, конечно, крайне тяжело с этим иметь дело, поскольку ты начинаешь осознавать, особенно, когда смотришь со стороны на свою страну, тяжело осознавать, что до людей, так сказать, не доходит, что трагедии они не чувствуют, и, ну и, кроме того, существует психологическая защита, очень трудно жить с постоянным осознанием вот этой тяжести и ужаса, войны. Если бы в России была более свободная следа, то это можно было бы сделать, то есть, с этим можно работать, мы знаем прекрасно массу примеров, как общество может работать само собой, как может учиться, осознавать трагедию, но для этого нужны гигантские усилия. Если усилий нет, то рассчитывать на то, что люди просто сами вдруг проснутся и будут это чувствовать, ну, увы, это нереалистично. Те, кто сами в сознании, да, те, кто это осознают, они это осознают. Многие из них уехали. Вот, и поэтому, конечно, ну, это как с любой тоталитарной системой. Ну, Россия, она как бы менее тоталитарная, вообще мы не в 20 веке находимся. но в смысле информационной изолированности, а также личного такого нежелания чувствовать плохое, да, испытывать эмоции негативные, так как люди, как бы оставленные сами по себе, они просто уходят, они как бы, так сказать, как говорится по-английски check out, не хотят ничего с этим иметь дело. То есть, только когда до них лично дойдет, может быть, на каком-то массовом уровне понимания начнется. Пока, увы, не. Знаете, как пела когда-то теперь продажная группа смысловые галлюцинации, разум когда-нибудь победит. Будем надеяться на то, что это произойдет. Максим, вам огромное спасибо. Спасибо за этот разговор, спасибо за то, что вы не забываете о нас, и мы помогаем друг другу. Музыку... Музыка...